Александр Науменко 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 ты тоже есть жирную пищу а при чем тут это впрочем ладно кончай уже не забудь меня забрать после работы не забуду все давай до встречи давай как у тебя дела нормально весь в трудах и заботах что случилось нет просто звоню пока выдалась свободная минутка а ну тогда понятно чем занимаешься работаю чем еще могу сейчас натянул проволоку для виноградника слушай я тебя умоляю только в цветник мой не лезь пожалуйста господи да нужны мне твои цветы я туда вообще не подхожу тем не менее в прошлом году выкорчевал все мои тюльпаны да блин ты будешь эти самые тюльпаны наверное вспоминать мне до конца моей жизни а ты как хотел и кстати сирень тоже не трогай мне нравится ее запах когда она цветет этот кустарник так хорошо смотрится вдоль забора ох не вздумай я тебя прошу о малом я что случилось да так ничего кончай заливать что у тебя с голосом почему такой сдавленный стал до сердце просто заколола совсем чуток дух перехватила блин напугал дурак надеюсь сейчас все нормально уже не не тревожь все нормально отпустила может я приеду отпрошусь с работы не надо говорю же теперь все уже хорошо по голосу так не скажешь ох олег не нравится мне твое здоровье в последнее время ты слишком часто стал жаловаться на сердце я ведь не молодею причем тут это за собой нужно следить спорт здоровый образ жизни а ты ведь постоянно сидишь за компьютером с пивом или кофе и куришь сигарету за сигаретой у тебя в месяц по четыре блока уходит да и вес к ста десяти подошел марину прекращай уже я не маленький мальчик что прекращай я хочу иметь рядом с собой здорового мужа а не такого который убивает собственное здоровье так давай со следующей недели сядем на диету для начала а тебе куда худеть без того кожа до кости за компанию с тобой ничего у меня есть тоже излишек который следует скинуть можно готовить более простую пищу нежирно кашки меньше мучного и без того костями колешься а после наверное кончай болтать и зубом не не заговаривай решено прямо с понедельника и начнем и пожалуйста уменьшай свое курение я ведь о тебе беспокоюсь а ну и отлично а ой все меня уже зовут давай до встречи после трех буду у тебя целую хорошо давай мужчина сидел на лавке глядя на потухший телефон его правая ладонь была прижата к той области где находилось сердце на его лице читались мучения над головой ярко светило солнце посылая убийственные лучи на землю мужчина вновь громко застонал часто начиная дышать откидываясь назад он застыл на месте боясь пошевелиться ожидая когда приступ пройдет последнее время нечто подобное происходило часто и не обо всем он рассказывал супруге не желая волновать да и черта характера не позволяла родители учили терпеть не жалуюсь что на протяжении жизни и делал он и лишь уже в самых крайних случаях приходилось все-таки обращаться к врачу выдохнул мужчина с явным облегчением вроде бы прошло трясущейся рукой он вытер под солба убирая телефон в карман с трудом поднимаясь с лавки и в этот миг состояние окончательно пришло в норму а боль отступила жизнь заиграла своими привычными красками слушай связь пока нет поэтому я записываю голосовое сообщение как появится то сразу она отошлется я так и не дождался тебя не знаю может и закрутилась и позабыла но подождав до четырех я иду домой надеюсь мы не разменемся кстати твои тюльпаны и сирень я не трогал как-то и хотела просто палил слегка ладош встретимся дома и чего уж наговаривать длинное сообщение поговорим позже олег вышел на дорогу начиная медленно идти в сторону виднеющегося вдали города между дачным товариществом дружба и садовод он то и дело доставал из кармана телефон пытаясь водить по экрану желая оживить смартфон но тщетно связь по непонятной причине отсутствовала что же такое никогда ведь ничего подобного не было здесь за спиной послышался нарастающий гул обернувшись мужчину увидел приближающуюся со скоростью белую старенькую шестерку раздался скрип тормозов и автомобиль замер пыхая жаром от разогретого двигателя все окна в салоне были опущены пахло вонючкой которая болталась на зеркале заднего вида в форме елочки подкинуть поинтересовался антон ефимович мужчина в тяжелых очках с редкими седыми волосами на голове ему было на вид лет семьдесят но старикан по-прежнему выглядел довольно крепким несмотря на свой возраст если не затруднит отозвался олег усаживаясь рядом с водителем громко хлопая дверцей яростно фыркнув шестерка резво рванула вперед вновь поднимая за собой пыльный шлейф словно комета в космическом пространстве а нанеслась между дачных участков по неасфальтированной дороге и удивительное дело совсем не было видно дачников вообще никого хотя с другой стороны неудивительно если царствовала жара которая буквально выжигала абсолютно все ты чё пешком идешь поинтересовался водитель не оборачиваясь глядя перед собой даже жена обещала заехать но олег пожал плечами утирая пот со лба громко вздыхая наверное дела задержали на работе поэтому и не приехала да еще связь подводят раньше ловилась хорошо а тут явно оператора нужно поменять добро стоит свою модную нынче штуку проговорил антон ефимович переключая скорость все словно зомби ходят и пялиться в нее вот и внук у меня ничего вокруг не видит шагая по улице опасаюсь как под машин когда-нибудь не попал в этот миг пришло оповещение что супруга вновь в сети а следом за этим раздался в салоне громкий звонок видя одной популярной песни олег поймал кнопку приема поднося смартфон к уху алло господи марин ты меня слышишь алло господи боже мой что стряслось тебя плохо слышно говори громче ты ли это я конечно кто еще алло олег это ты правда марина кончаю же что стряслось говорю почему у тебя такой голос говори громче тебя очень плохо слышно из-за каких-то помех господи олежка я я просто не могу поверить да что случилось скажешь ты наконец как такое вообще возможно ты здесь и ты не понимаю тебя что ты имеешь ввиду олежка ты где сейчас как те еду домой конечно ты ведь опоздала я пошел пешком но господи я ничего не понимаю хватит там рыдать скажи толком что произошло я приехал на дачу в начале четвертого как раз после работы зашла на участок и увидела тебя возле лавки лежащим на земле сразу позвонила в скорую помощь и они приехав забрали тебя и ты теперь находишься в реанимации господи где я нахожусь в реанимации то что за бред так и есть олежка я не знаю каким образом с тобой говорю но телефон ведь твой у меня что за бред я не могу быть в реанимации ты шутишь наверно нет дорогой прости подожди рядом со мной находится антон ефимович сосед по участку он сможет подтвердить мы сейчас едем в сторону города на его машине олежка антон ефимович умер год назад резко выхватив из рук телефон антон ефимович выбросил его в открытое окно при этом на его лице не было абсолютно никакого выражения точно наложенная кем-то маска тебе больше не понадобится самое главное ты уже услышал я что происходит то что ты мертв а я тебя везу к пункту назначения так как являюсь перевозчиком в свой уход трудно поверить тем не менее тебе придется с этим смириться марина сказала что я нахожусь в реанимации это лишь дел времени пока тело окончательно угаснет осознав что внутри него образовалась пустота сейчас ты еще в отрыве но уже скоро придет разрыв а за ним полнейшее затухание что за бред олег затряс головой отказываясь верить во все услышанное утихни слегка парень и не кричи так громко просто смирись со своей судьбой да черта с два не делай глупости друг мое дело тебя доставить а там уже антон ефимович погрозил пальцем с желтым ногтем стекла на его очках блеснули а верхняя губа приподнялась открывая почерневшие от многолетнего курения зубы а сейчас только шнурки наглажу открыв дверцу олег вывалился из салона прямо на полном ходу несущегося по дороге автомобиля он ожидал почувствовать боль но ничего не случилось мужчина просто поднялся на ноги будто только что не произошло убийственного падения с перекатом а белая шестерка продолжала лететь вперед превратившись в огненную ревущую точку которая исчезла у горизонта но спустя несколько секунд появилась вновь но уже двигаясь в обратном направлении олег поспешил прочь несясь со всех ног прячась под защитой пятиэтажных домов укрываясь среди раскатистых деревьев и кустарников где-то вдали слышался тревожный рокот автомобиля который больше всего напоминал рычание огромного зверя из доисторических времен мужчина пригибаясь пробежал в сторону детской площадки скрываясь за горкой и вновь устремляясь вперед держа путь к дому а нужное здание уже показалось среди остальных выделяясь белым кирпичом и красной крышей как-никак они с мариной жили почти на окраине города так что до дачи рукой подать по сравнению со всеми остальными жителями поэтому часто и ходили пешком не затрудняя брать из гаража автомобиль олег забежал в подъезд захлопывая за собой дверь лифт не работал поэтому на восьмой этаж пришлось подниматься на своих двоих он отпер замок своими ключами входя в квартиру которая оказалась пустой марина позвал громко мужчина но супруга не ответила чувствовалось что в комнатах нет никого ты здесь вновь гробовое молчание зайдя в зал а после на кухне и в спальню олег остановился на балконе разглядывая город который лежал как на ладони он часто заморгал пытаясь стряхнуть это на вождение но все осталось по-прежнему краски воцветали как это не было удивительно все цвета мира становились бледными приобретая серые темные тона что за чертовщина а еще неподвижно на небе застыли облака как и транспорт на улицах создалось такое впечатление что никто нажал одну кнопку на пульте поставив мир на паузу людей видно не было как и животных тишина резала слух развернувшийся лек побрел обратно на кухню доставая из холодильника бутылку с пивом но содержимое оказалось безвкусным будто пьешь обычную воду такое же случалось и с продуктами да мать его так закричал он в раздражении бросаясь в сторону бутылку сшивая с подоконника маринин цветок в горшке мужчина выбежал на улицу спустившись по темной лестнице электричество ведь отсутствовала и вновь открылась еще одна неприятная вещь буквально минут за 30 мир потемнел погрузившись в полумрак солнце казалось далеким огненным шариком неподвижно застыв в пространстве цвета окончательно растворились оголив серость и убогость всего окружающего город стал чужим заслышав вдали нарастающий шум двигателя олег поспешил прочь держа путь за автовокзал и дальше по узкой улочке двигаясь по тротуару он отмечал как начинают исчезать части строений буквально растворяясь в воздухе пропало дерево следом за ним и кровля ближайшего дома растворилась часть автомобиля и такое происходило буквально повсеместно с миром творилось неладное а вдобавок солнце почти исчезло а улицы погрузились если него мрак то совсем близко к этому минут 20 я уже не смогу самостоятельно двигаться в темноте с тревогой подумалось ему электрические приборы не работали поэтому нельзя было воспользоваться фонарем и когда небесное светило окончательно угаснет ему только и останется ждать пока все вокруг исчезнет и он мне кажется в пустоте или растворюсь и я сам тоже взгляд олега упал на высотное здание состоявшие из нескольких корпусов надежда забилась внутри направляя ноги к одной из дверей что находилась сбоку вход в реанимацию как он знал прекрасно а если да нет хотя нужно попробовать двигаясь на ощупь в тесном помещении то и дело натыкаясь на препятствие мужчина добрался до свободного пространства оказываясь в комнате сквозь слабо пробивающиеся и почти угасший свет из окна он смог разглядеть свое собственное тело которое лежало перед ним подключенные каким-то прибором и только тут стал заметен в темноте некий шнур золотистой нить что соединял его с другим им за спиной раздались неторопливые шаги и олег обернулся уставившись на возникшего на пороге антона ефимовича тот медленно поправил тяжелые очки на носу а после покачал головой отвечая на твой незадный вопрос не тот не мир исчезает а просто-напросто угасает твоя память ты сам вскоре олег исчезнешь и ты прекратишь свое существование и даже мысли не останется от тебя сколько вас было таких антон ефимович тяжко вздохнул и какая же альтернатива насторожно поинтересовался мужчина ну есть для тебя три пути один я уже обрисовал полное растворение некоторые выбирают этот вариант второй идти со мной и я тебя приведу к вратам а за ними уже мужчина указал на тело что лежал неподвижно а третий вот он выбор а теперь по какому пути ты пойдешь а какой правильный да все они правильные куда бы ты не шагнул это будет именно твой выбор некоторые предпочитают одно другие второе ну а третье олег слегка поддался вперед но сразу качнулся обратно скажите а почему здесь нет больше других ну мертвых их здесь быть не может это ведь твоя вселенная только твоя я не понимаю что вы имеете в виду говоря вселенной антон ефимович поглядел сквозь стекло где на улице растворилась одно из ближайших зданий оставив после себя провал в пространстве на небе также исчезла частью облака солнце превратилась в маленькую тусклую точку ты являешься частью собственной вселенной представь кипящую воду она олицетворяет жизнь а множество пузырей в ней что поднимаются вверх это судьбы бесконечного числа людей каждый пузырь это своя собственная вселенная и достигая поверхности пузырь исчезает также и здесь после твоего ухода тут ничего не остается твоя вселенная исчезает навсегда но другие будут по-прежнему похожие на твою точные копии но чужие так значит мы жизни нет и это все выдумал и после моей смерти не станет и марины испуг распространился по всему телу впитываясь острыми иголками в мозг за супругу стало откровенно страшно отчего же пузыри ведь находится в одной кипящей воде и поэтому взаимосвязаны при любой встрече с другим человеком вселенные соприкасаются но затем вновь расходятся нельзя попасть в другой пузырь но можно к нему прикоснуться поэтому с твоей супругой все будет хорошо не волнуйся об этом у марины своя собственная вселенная погодите поднял руки мужчина я не понимаю если это моя вселенная то что в ней делаете вы а меня здесь нет буднично ответил антон ефимович как это так да вот так я лишь плод твоего сознания интуитивно после ухода каждый из людей создает себе сопровождаемого он может быть кто угодно знакомый или нет ясно одно душа стремится к вратам что изначально и произошло с тобой но как и многие другие ты задумался приняв этот самый звонок на выдуманный телефон и твой путь изменился олег секунду все это обдумывал после чего спросил если я творец своей вселенной то могу создать что угодно я имею ввиду при жизни да и не только даже и сейчас теоретически да но вот практически скажу честно это удается немногим максимум чего может достичь человек это слегка заглядывать в будущее через свои сны телепатия телекинез еще есть некоторые пункты но все это мелочь одним из сильных людей кто мог изменить свою жизнь кто смог изменить свою вселенную жил давным давно около двух тысяч лет назад остальным же достичь его уровня пока не удавалось но в основном почти все живут двигаясь по течению жизни поднимаясь на поверхность довольствуясь малым кстати от того что каждая вселенная отдельно другой и является индивидуальной человек отсюда довольно часто ощущает себя одиноким причина именно в этом мы рождаемся одни проживаем определенный отрезок а после умираем в одиночестве олег покачал головой ошеломленный механизмом всего происходящего после чего резко сменил тему полюбопытствовав а за вратами что пойдешь со мной тогда и узнаешь а теперь делай выбор осталось столько пара мгновений чтобы не наступило полнейшее угасание уже происходит разрыв ну вскоре точка невозврата будет пройдена они оба вновь поглядели в окно где части мира просто исчезали целыми кусками не стало дальнего больничного корпуса одной из улиц а горизонт напрочь отсутствовал делай выбор поторопил его антон ефимович элег сделал успев как раз тогда когда солнце окончательно потухло а мир погрузился в кромешный мрак да и не осталось от этого мира ничего приветик привет чем занимаешься лежу в потолок смотрю здесь в больнице не так уж и весело ну да это точно ты чего звонишь за сегодня уже в четвертый раз подряд я честно сказать думал ты давно спишь время ведь начало одиннадцатого я разве не могу заскучиться по своему любимому мужу в конце концов то уже неделю в больнице находишься я ощущаю одиночество так ты только днем приходила проведать и что говорю же одной в квартире так скучно непривычно даже скоро вернусь доктор обещал выписать в понедельник вроде еще целых три дня слушай да чего ты там мучишь в трубку я просто думал пока лежал здесь не знаю даже как и спросить ну давай уже спрашивай не стесняйся ладно а помнишь наш разговор в тот день когда ты меня нашла на даче ну так помнишь или нет когда я сказал что не дождался тебя и пошел сам а после повстречал антона ефимыча не мучи в трубку марин ну как бы не было такого разговора как то не было я ведь с тобой разговаривал именно ты мне сказала что я нахожусь в реанимации не было такого я тебя нашла после вызвала скорую помощь тебя забрали а я после больницы поехал домой вот только договори уже что только тот разговор о котором ты только что сказал мне он мне снился то сами ночью но я не понимаю каким образом олежка ты смог узнать о нем да уж еще одно что в ту ночь произошло несколько странностей понимаешь я даже не знаю как это объяснить я была одна в квартире но одновременно чувствовал еще кого-то рядом это ощущение оказалось настолько сильным что мне стало не по себе даже а потом взглянув в наше зеркало в прихожей я мельком увидела тебя но это было настолько мимолетно что я даже не уверена и что я делал ничего просто проходил мимо появился исчез а после на кухне представляешь сам по себе с подоконника упал мой цветок хотя от края он стоял далеко я тогда жутко перепугалась и почти не спала ночь то и дело прислушиваясь да уж действительно даже не представляю но теперь главное все позади скоро я приеду домой и все вернется на круги своя ойли а мне обещал заняться собственным здоровьем или память отшибло а так я как бы и теперь ну из больницы вроде бы и поэтому я разговаривала с врачом он сказал что можно и конечно новую жизнь мы начнем не с понедельника слегка попозже тем не менее никуда ты не денешься теперь мой дорогой новую жизнь я начал еще неделю назад что-то там помочь себе под нос я ничего не поняла говорю я согласен а теперь давай до завтра здесь уже медсестра заглядывает в палату недовольная тем что я разговариваю по телефону хорошо до завтра я обязательно заскочу а с утра еще позвоню я буду ждать целую и я тебя конец рассказа конец